Добрый день! Мы на площадке Телдекон 2024 в Минске. Сегодня мы проводим небольшую серию интервью. И мне довелось, возможно, замечательно, проинтервьюировать Андрея Воробьева, директора аккредитационного центра доменов ПРУЭРы. Всем привет! Спасибо! Мне тоже приятно давать мне интервью. Это всегда с тобой общение по нашим всем проектам предыдущим, дискуссионный клуб и летняя школа. Это одно удовольствие. Спасибо большое! Отлично! И спасибо вам еще раз, что согласились. В целом, как прошло мероприятие? Как вам Минск? Ну, мероприятие еще идет. Я всегда расстраиваюсь, когда чем ближе к финальной секции, тем больше уже народ начинает в кулуарах общаться, меньше уделять внимание программе. Хотя, на самом деле, сейчас как раз секция через 10 минут начнется посвященная прикладным вопросам кибербезопасности. Мне кажется, это очень актуально. Она и раньше всегда была актуальна. А сейчас особенно. Это вот к вопросу, насколько тяжело как бы с года в год. Вроде бы очень узкая доменная индустрия. Вроде бы и участники. Ну, нельзя сказать, что одни и те же, потому что, безусловно, год от года в зависимости от места проведения меняется состав участников. Но основной костяк, безусловно, это постоянный. Но это и для глобальных конференций ICAN характерно. А программа есть те секции, которые просто must have. Это, в первую очередь, конечно, кибербезопасность, информационная безопасность. А есть то, что меняется под, скажем так, ну, ситуативно. Вот иногда мы больше уделяем внимание, допустим, социальным проектам регистратора регистраторов. Раньше была крайне популярная секция, посвященная маркетингу и расширению доменного пространства. Сейчас, вот последние несколько лет, она даже не такой самостоятельной секции. В этом году вопросы маркетинга вошли в секцию суммы технологий. То есть, там, где мы говорили про технологическое развитие. То есть, нюансы свои всегда есть. Сам Минск прекрасен. Я в Минске не первый год. Я не пропустил ни одного белорусского IGF. Их было всего пять в настоящее время. И самого первого еще помню. Молодежные форумы по управлению интернетом в Минске. С удовольствием посещаю, выступаю перед аудиторией. Здесь есть удивительная история. Здесь больше интереса к проблематике интернет-гован, к нашей проблематике. Потому что, что на национальный форум по управлению интернетом собирается аудитория, превышающая аудиторию российского форума. Притом, это не один год эта тенденция есть. Что на молодежном форуме, очень много участников. И даже Тилди Кон, который мы в этом году проводим в Минске, он стал рекордным по количеству участников. Именно оффлайнового присутствия. То есть, какое-то вот такое место притяжения, что ли, интереса к нашей тематике. Ну, очень, на самом деле, такая дружественная обстановка. И это очень здорово, что была большая аудитория и до сих пор еще есть. А по поводу неформального взаимодействия, это же тоже часть, большая часть. Ну, мы не просто так. Мы в первый же день приехали, нулевой день образовательный. Мы посетили ГУИР. Это, вообще-то, базовый вуз для СНГ в области информатизации и радиоэлектроники. После него мы поехали в офис к Хостер-БА. Это наши коллеги, которые раньше были технической регистратурой доменов «Байя Белл». Сейчас это крупнейший белорусский регистратор. Единственный аккредитованный айкенд в стране регистратор. И мы пришли, посмотрели, развитие идет. Они показали, что им уже тесно на одном этаже бизнес-центра. Они буквально вот должны на днях открыть еще часть этажа ниже и расширить свой штат. То есть, сегодня в Хостер-БА уже около 150 сотрудников. Ну, это достаточно много. Это даже с точки зрения российских крупных регистраторов очень прилично. Как здорово. Да, это интересный опыт. И можно налаживать связи и обмен опытом. Еще маленький вопрос. Я знаю, что вы собираетесь на IGF в декабре. Какие у вас ожидания, может, какую-то тематику, которую вы хотели бы больше всего послушать? Я скажу так. Учитывая, что тоже IGF был большой пропуск. Я в 2019 году был в последний раз именно на площадке. Потом только онлайн принимал участие. И сейчас ожидание такое основное – это «А что же будет дальше с форумом?» Даже наша специальная лекция, которая, кстати, первая была в программе «Тил Декона», была посвящена, собственно, интернет-гавану, что дальше. Что дальше, в том числе, что истекает мандат форума по управлению интернетом, что, в общем-то, никого не устраивает уже его исключительно такой декларативный характер, без принятия юридически обязывающих документов. 25-й год. Опять же, интрига. Сохраняется российская заявка на проведение IGF 25-го года, где должно быть объявлено либо о том, что IGF закрывается, что маловероятно, либо о том, что трансформируется, что как раз вероятность высокая. Вопрос, как трансформируется, он самый главный. Я надеюсь, что в Рияде в декабре мы, если не получим окончательный ответ, как трансформироваться, я думаю, что это будет до конца обсуждаться, до конца правления мандата, имеется в виду, то, по крайней мере, будет большая дискуссия про будущее. То есть, вот эти визионерские вещи, услышать ответ на них, услышать мнение коллег по будущему глобальному форуму IGF, вот, наверное, это главная задача на предстоящую поездку. Да, это правда. Будем следить за развитием событий. Спасибо вам большое за уделенное время и за это мероприятие. Вам спасибо. Было очень здорово. Спасибо.